В Красноярске выбрали самый большой клубень картофеля нового урожая. Принести огромный корнеплод со своего огорода мог любой желающий. В конкурсе красоты оценивались исключительно показатели веса. По результатам смотра достижений народного хозяйства победителем был признан образец весом в 2 килограмма 240 граммов. Это картофель сорта «Скарлетт». Его выкопали на дачном участке под Зеленогорском. Увидев такого картофельного богатыря, огородники не скрывали своего удивления. Своим владельцам этот чудо-корнеплод, кроме славы, принес еще весомый приз – сборную теплицам. Время не только собирать урожай, но и самое время располагаться удобнее. Впереди нас ожидают актуальные потребительские новости, звездные рецепты и экспертиза нужных товаров. Меня зовут Олег Буря, и давайте начинать! Смотрите сегодня в программе НЭП. Противопоказаний для употребления капусты практически нет. Единственный момент, может быть, это повышенное содержание желудочного сока. Объявляем начало новой экспертизы. Квасим любимый национальный белокочанный продукт и выясняем, какие гаджеты помогают современным хозяйкам и устраиваем батл между шинковальной теркой и ножом. На этой бутылке я не увидела состава, а это неверно. При выборе минеральной воды обязательно смотрите на упаковку «Должен быть состав». Изучаем ассортимент минеральной воды на красноярских прилавках и рассказываем всю правду о том, что на самом деле продают нам производители. И так ли уж полезна эта живая вода? Как же я завидуюсь здоровому чувству юмора жителей Екатеринбурга. 1 апреля в центре города была установлена гигантская терка. Настоящая. Сделана она из листового железа, высоту достигает 3 метров и признана собирать возле себя всех жителей, желающих перетереть последние новости, проблемы или чью-то жизнь. Молодцы одним словом соседи не боятся и любят экспериментировать. Вот и на 7 канале продолжается сезон экспериментов. Сегодня наша Алина Алтынгузина открывает традиционную НЭП-экспертизу. На этой неделе мы будем изучать особенности национального квашения. Кстати, с плохими новостями к Алине лучше не подходить. У нее сегодня в руках современные шинковки и терки. Сотрет порошок. Смотрим и берем на вооружение. Так уж повелось на Руси, что ни одно застолье в осенне-зимний период не обходилось без квашеной капустки. Заготавливали ее в огромных количествах и к самому процессу подходили с душой. Но давайте по порядку. Для того, чтобы начать процесс закваски, капусту нужно измельчить. Так вот, чем же ее шинковать, мы и будем выяснять. Каких только приспособлений не придумали для шинковки. Терки, ножи, овощерезки и многое-многое другое. Глаза разбегаются. Такими помощниками можно не только капусту лихом нашинковать. Тут можно и тыкву за секунду измельчить. Кухонный процессор многофункциональный. Он имеет три насадки. Крупная, мелкая и шинковка. Здесь можно резать любые овощи. Она легко в использовании. А также можно сушить овощи. Есть еще вот такая овощерезка. Она более прочная. Здесь имеются три вида резки. Прокручивая ручку, это меньшее, большее. И также шинковка капусты. Да, ассортимент-то большой. Но что же выбрать? Все точки над «и» расставит кулинарный батл. Встречайте, дамы и господа. В одном углу ринга Алина Малиева и шинковка. В другом Алина Алтенгузина и нож с двумя лезвиями. Поединок длится один раунд. У соперников одна минута. Начнем с пластмассовой шинковки. Капустная соломка получается очень тонкой. Сам процесс неудобен и травмоопасен. Зато лезвия острые и долго не будут затупляться. Теперь оценим праведные труды ножа. Полоски из-под его лезвий выходят среднего размера, но летят во все стороны. Да и лезвия не такие острые. Итак, время стоп. Выносим потребительский приговор. КПД шинковки, несомненно, выше. Но для эстетов и педантов капустная соломка в исполнении ножа – идеальный вариант. Поэтому победила дружба. Нами это проверено. Уже завтра, продолжив нашу НЭП-экспертизу, выберем лучший промышленный образец квашеной капусты. А пока дружно собираем вилки с дачи, ведь не зря в народе говорят – сентябрь пахнет яблоками, октябрь – капустой. С 8-го числа на Сергея Радонежского начинают рубить и квасить капусту. В старину в ее честь устраивали вечеринки, которые называли капустниками. Нарядные девушки и парни ходили из дома в дом и угощались капустой. Все это сопровождалось песнями, шутками и весельем. Радушные хозяева подавали угощения, и ассортимент блюд из капусты поражал своим разнообразием даже видовших виду гурманов. От элементарного салата из свежей или квашеной капусты до многокомпонентных горячих блюд – борща, щей, тушеной капусты с мясом, вареньков и голубцов. Говорю, а сам слюну глотаю. Представляешь, что пришлось пережить Викторию Тихоновичу, когда она нагрянула в гости к известному красноярцу и вместе с ним приготовила капусту по-генеральски. В продолжении темы – спецпроект «Звездный рецепт». Юрий Швыткин служил в управлении вневедомственной охраны, затем был командирован СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью командиром ОМОН. За время службы побывал в Баку, Фергане, Кировобаде, Лилинакане, Чечне и других горячих точках. С 2004 года возглавляет комиссию по делам военнослужащих Красноярского края. Награжден тремя орденами мужества, медалью за боевые заслуги, медалью за отличия в воинской службе. Юрий Павлович, что будем готовить? Ну, будем готовить засолку капусты. Я думаю, сейчас тоже это актуальная тема. И тем более, это с грядки. Мы применительно к огороду это все делаем на дачном моем участке, небольшом при этом. Но самое главное, здесь все растет и картошка, и морковь, и капуста, и свекла. Сахар и соль мы не с огорода, а так все с огородом. А вот и та самая капуста, которую мы только-только срезали. Все остальные овощи уже собраны. Но что мы все о даче, огороде. Давайте кулинарить. Рецепт такой. Значит, сначала мы нарежем капу... Ну, по-генеральски я не генерал, но полковник, да. Значит, ну, тем не менее. По-офицерски будем так говорить, да. Для капусты по-офицерски понадобится 1 вилок, морковь 3 штуки, сахар, соль по вкусу. Шинкуем капусту, натираем морковку, перемешиваем. Сверху добавляем сахар и соль. Заливаем водой из-под крана, даем настояться трое суток. Трое суток простоит, значит, после этого мы протыкаем ее. Горечь выходит, можно закрывать, значит, крышкой и кушать, как говорится. А можно непосредственно уже и консервировать туда. Так, ну, все понятно? Что, занимаемся, да? Так, ну, что, давай. Давайте, что я так делаю? Как вам удобно? Давайте, что попроще? Попроще, попроще, наверное, на морковку. Немного разобрались с обязанностями, можно и поговорить. Вот сейчас, например, это будет открытие ярмарки в одном из районов Красноярска. И надо будет и там побывать, приветственные слова, сказать, поблагодарить тех, кто вышел в своей продукции. И одновременно здесь все. Но я успел, откровенно сказать, и картошку отобрать, видите, и картошка, кстати говоря, в этом году была у меня очень хорошая урожай. А с семьей даете сейчас працаны? Ну, с семьей сейчас сын у меня. В школе вылазки, скажите. Да, сын у меня сейчас, честно говоря, служит. Офицер, значит. А дочь, зятя. Но требуется еще откровенно усилий, чтобы приобщить их к земле. Надпись на фартыке определенно дает понять, кто здесь лучший повар года. Готовите дома? Да, да. Ну, я очень хорошо готовлю уху, очень хорошо готовлю греческую закуску, хорошо готовлю шашлыки. Непрасно шло. Шурму неплохо готовлю. Ну, я почему эти блюда готовлю, я в горячей точке когда был, мы там тоже старались готовить данные блюда. А для нашего блюда мы уже практически подготовили капусту и морковку. Давай, Вика, маленько сюда сыпаем, маленько, и перемешаем так вот. Шурма. Когда вообще дома заготовки идут, там весь стол, вся кухня у нас. В капусте, в банках, в моркови. Это делают эти заготовочки. Ну да. А куда денешься? Куда денешься? Перемешали, теперь капустка отправляется в трехлитровую банку. Все это дело приминаем, добавляем сахар и соль. У нас финишная прямая, заливаем все это водой. Да, водичка из-под крана, которую мы набрали. То есть прямо до краев? Да, прямо до краев. Ну вот и все. Теперь ждем три дня, что очень важно, крышкой пока не закрываем. Трое суток стоит. Значит, после того, как простоится трое суток, прокалываем, горечь выходит. И можно кушать. Вот такой вот простой, но эффективный рецепт, как вы уже не раз сегодня сказали, можно приготовить самим и кушать витаминчики зимой. Приятного визита. Самое главное со своего огорода. Самое главное со своего огорода. Как вы думаете, что объединяло театрального режиссера Георгия Товстоногова, Юрия Гагарина и Уинсена Черчилля? Сдавайтесь сразу, подсказок не будет. Каждый из них любил минеральную воду Боржоми. Известный театральный режиссер всегда сидел в 12-м ряду портера, где для него всегда была заранее приготовлена бутылка Боржоми. Очевидцы рассказывают, что Уинсена Черчилль, попробовав однажды на официальном приеме эту воду, выписал для себя целых два ящика. А Юрий Гагарин после своего знаменитого полета, отвечая на вопрос, что вам больше всего хочется, сказал обнять маму и выпить Боржоми. Довольная история. Вернемся в день сегодняшний. Алина Малиева минеральную воду не мутит. Она ее проверяет. Результат прямо сейчас. Давно известно, что без нее жизнь была бы невозможна. Я говорю о воде. Сегодня наша героиня – вода минеральная. В ней содержится почти вся таблица Менделеева. Мы, новэксперты, попробуем разобраться, может ли вода быть одновременно вредной и полезной. А пока отправимся в народ. В наше время, наверное, все бывает. Ну а вы как минералку начинаете? Вообще не пью. Только чистую воду. Есть же и противопоказания в минеральной воде. У меня организм, может, и не приваривает. Разная минеральная вода бывает. А может ли она нанести какой-то вред организму? Ну, думаю, что нет. Минеральной водой имеет право называться жидкость, добытая из официально зарегистрированного подземного источника, сохраненным первоначальным набором солей. О том, какая именно вода находится в бутылке, должно быть написано на этикетке. Ищите слова «осадок при 180 градусах», «общая минерализация» и «общее солесодержание». На этой бутылке я не увидела состава, а это неверно. При выборе минеральной воды обязательно смотрите на упаковку «должен быть состав». Вода, как и пища, имеет свой срок годности. Запомните, в стеклянных бутылках вода хранится до двух лет, а в пластиковых – 18 месяцев. Наука, изучающая минеральную воду, бальнеология, делит её на три вида. Первый вид – лечебная водица с минерализацией более 10 граммов на 1 литр. Её нужно пить с осторожностью и строго по рецепту врача. Если же вы начинаете употреблять лечебную минеральную воду и делаете это без контроля врача, то вы можете нанести себе вред. Например, у вас есть заболевание желудка, но вы пьёте ту воду, которая лечит заболевания печени. Таким образом, пользу вы себе не принесёте. Можете себе испортить, например, мочеточник. Это да, это возможно. Второй вид – лечебно-столовая. Содержит от 1 до 10 граммов солей на 1 литр. Употребляется в качестве профилактики. Любое лекарство при чрезмерном употреблении становится ядом. То же самое можно сказать и про минеральную воду. Поэтому и лечебная, и лечебно-столовая – это своего рода опасность, которую нельзя, ну скажем так, перепивать. Третий вид – это столовая минеральная вода. Солей не более 1 грамма. Минеральные вещества в весьма малом количестве содержатся в столовой воде. Поэтому человек, употребляя её, не приносит никаких себе тяжёлых последствий в случае её переизбытка. Все мы знаем, что в день человеку нужно пить около 3 литров воды. Так вот, столовой минеральной воды врачи рекомендуют выпивать половину этой нормы. А тем, кто хочет сбросить пару лишних килограммов, поможет этот чудо-напиток? Как средство минеральная вода вместо того же кофе, вместо того же чая – да, это будет полезно. По факту она в малых количествах содержит в себе практически всю таблицу Менгелеева. А вот чего-то просто в ней больше, чего-то меньше. Но по факту все минеральные вещества там есть. Вернёмся к лечебным факторам. По химическому составу выделяются следующие виды минеральных вод. Бикарбонатная вода, натриевая, сульфатная, хлоридная, магниевая, вторная, железистая, кислая и кальциевая вода. Каждая из них имеет строгую дозировку и свои показания. Гидрокарбонатные предназначены для людей, занимающихся активным спортом, а также применяются при мучекаменной болезни и подагре. Противопоказанием является гастрит. И это тоже должно указываться на этикетке. С минеральной водой разобрались, переходим к бутылированной. В её качестве нам помогли разобраться специалисты Центра стандартизации. Для проведения сегодняшней рейтинговой оценки в торговой сети города Красноярска было отобрано 14 образцов воды питьевой бутылированной. Продукция выработана восьми предприятиями Красноярского края, а также предприятиями Иркутска и Новосибирской области, предприятиями города Екатеринбурга, Липецка, Калуги. В соревнованиях принимают участие вода высшей и первой категории. Ну а теперь пришло время узнать, кто же достоин наших аплодисментов. Итак, трое калидеров. На третьем месте вода Спасский собор из Минусинска. На втором Аяновская вода Лель. А вот победителей сегодня двое. Первое место разделили Заповедная вода и Шушинский родник. Что ж, мы огласили результаты, выбор за вами. Нами это продегустировано. В начале 80-х компания «Симболэнд» переживала тяжелые времена. Она выпускала качественные туфли-лодочки, цена которых была ниже, чем у конкурентов. Казалось, хорошие продукты, низкая цена должны были работать на них, однако дела шли очень плохо. Затем в компании приняли очень простое решение. Они подняли свои цены так, что те стали намного превосходить цены других товаропроизводителей. Продажи резко возросли. Что же получается? Чем выше цена, тем более желание становится товар в глазах покупателя. Выбирайте товар не по цене, а по качеству. Далее реклама. Она будет недолгой. Не решайтесь на покупку, не увидев капиталь. Внимание! Хищники в городе! 27 и 28 сентября на арене ТРЦ «Июнь». Лучшие породы кошачьих на международной выставке кошек. Только два дня, только в ТРЦ «Июнь». Подробности на «Июнь РФ» и стойки информации. Золотая осень. Бархатный сезон. Время пожинать плоды и приумножать запасы. Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Участвуйте в программе накоплений «Рента». Увеличивайте ваши средства на самых выгодных условиях. 18% годовых по сбережениям. «Рента». Время собирать урожай. Агентство «Красконцерт» представляет 10 октября на сцене филармонии прославленный балет «Тодес» с новой программой «Танцуем любовь Нью». Информационный спонсор – телекомпания «Седьмой канал Красноярск». Всего каких-то пять веков назад выходить на улицу без румян, белил, древнерусским женщинам было просто неприлично. Они, не стесняясь, красили ресницы и брови, раскрашивали шею и руки коричневой, белой и голубой красками. Особенно увлекались косметикой женщины из боярских сословий. Переняв привычку у татарок, они даже чернили зубы. Доходило до смешного – девицы были буквально красными. Древний макияж скорее портил природную красоту, чем ее украшал. О дамских секретах современного преображения всю неделю продолжает рассказывать Анастасия Прохорчук. На этой неделе еще один бьюти-эксперимент для всех прекрасных дам. Смотрим и восхищаемся! НЭП продолжает проект бьюти-истории. Вчера мы уже познакомились с первой его героиней Анастасией. Один день из жизни спортивного тренера показал – красота начинается с малого и не заканчивается никогда. Наша вторая героиня – не просто красивая женщина, любящая мать и жена, но и представительница профессии максимально ответственной. Ее день наполнен и тревогами, и положительными эмоциями. Знакомьтесь, Виктория – врач-репродуктолог. Виктория Ваккер – член Российской ассоциации репродуктологов. Специализация лечения женского бесплодия и применения вспомогательных репродуктивных технологий. С начала трудовой деятельности в течение 11 лет работала заведующая родильного и гинекологического отделения в Центральной районной больнице. Медицина в семье Ваккер – это дело семейное. И сын Виктории того подтверждение. Видимо, ему как-то передалось молоко матери, а мы его не поняли вовремя. Поэтому в прошлом году, когда он закончил школу, настояли на том, чтобы он у нас учился не в медицинском университете. Но наперекор, пожалуй, всем сын Виктории в этом году поступил в медицинскую академию. История же о преображении Виктории начинается в тот момент, когда усталость и нехватка времени стали ущемлять естественные женские права на красоту. И вот однажды раздался звонок из салона красоты, куда ходила подруга Виктории. К нам приходят молодые женщины, они смотрят на нас. Мы должны, мне кажется, быть примером в какой-то степени. И несмотря на то, что возраст увеличивается и идут года, стараться все-таки немножечко удерживать себя в определенной форме. Виктория использует комплекс косметических средств по уходу за лицом. И самое главное, бьюти-эффект не заставил себя долго ждать. И внимание мужа тому стопроцентное подтверждение. Подходит и гладит кожу на лице. Помимо регулярного использования косметики дома, Виктория находит время для посещения косметолога и салонных процедур. Насколько я помню, у нас уход по волосам и по лицу. Какие ощущения? Мне очень-очень помогли ваши советы. Я ими воспользовалась, почувствовала, что эффект от косметики стал получше, побольше. Массаж лица дает двойной эффект – снятие напряжения и лифтинг. Ну как, ощущения? Не жгет? Нет чувства жжения, покалывания? Отлично. Отвлекитесь, пожалуйста, от всего. Долой прочь негативу. Специалисты утверждают, что ролик из камня оникса воздействует на активные точки, активизируя кровоснабжение. После тяжелого рабочего дня это королевские ощущения. Кожа отдохнувшая, подтянутая и свежая. Изменилось отношение к себе, что-то внутри поменялось. Я не скажу, что я поменяла мужа или работу, потому что все-таки это не панацея и не лексир молодости. Мы тоже должны это понимать. Но тем не менее, есть определенная уверенность. Немножко образ жизни даже в какой-то степени поменялся. Я понимаю, что мне нужно уделять уже внимание себе, мне нужно записываться на диагностике. Я несу даже определенную ответственность перед доктором, к которому я приду, допустим, там через месяц. Она ведь ждет от меня каких-то результатов. Рекомендации косметологов салона красоты «Леор» по применению косметики «Монфлатин Голд Эдишн» в домашних условиях и эксклюзивные косметические салоны и процедуры. Записаться на уход или диагностику кожи лица можно по телефону 285-60-61 салон красоты «Леор». Прервемся на небольшой рекламный блок, после чего продолжим. Оставайтесь вместе с нами. В честь дня рождения меховой ярмарки «Экспо-Форс» только с 18 по 30 сентября. 100 кожаных курток по цене 3000 рублей. 100 за 5 и 100 за 7 тысяч. ВВДЦ «Сибирь». Московский комсомолец в нашем городе. Во всех точках продажи прессы. Еженедельно по средам. Читай МК. Наш МК. Впервые в России. Балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик». Древняя магия китайского цирка и хрупкость балетной хореографии в самом опасном исполнении. 21 октября в 18.30. Гранд-холл Сибирь. Справки по телефону 200-0-0-80. Информационный спонсор телекомпания «Седьмой канал Красноярск». Не решайтесь на покупку, не увидев капиталь. В 18 веке британское правительство озаботилось привлечением дополнительных средств в казну, для чего было решено ввести новый налог. Решение было найдено в виде налога на мужские шляпы, который уплачивался с каждой покупки. Соответственно, бедняки с одной шляпой в гардеробе платили немного. А с тех, кто мог позволить себе много шляп высокого качества, взымалась гораздо большая сумма. Этот налог продержался ни много ни мало – 27 лет. Виктория Тиханович за демократичные решения и выбор. Прямо сейчас она предлагает каждому из нас выбрать по шапке. В республике Южный Суда наносят шапки из собственных волос. Высота таких изделий достигает до полутора метра, а вес – несколько килограммов. Мы же сегодня познакомимся с женскими и мужскими изделиями, причем весьма эксклюзивными. Шапочный сезон в самом разгаре. Шляпы, кепки и легкие шапки, глаза разбегаются. Хочется всего и сразу. Минимум 700 рублей, и вы обладатель обычного вязаного или трикотажного головного убора. А если хочется чего-то подороже и поинтереснее… В средние века головные уборы были предметом роскоши, и сейчас эта тенденция продолжает жить. Например, у меня в руках шапка с вкраплением золотых молекул. Так и хочется примерить. Стоимость такого довольствия – 16 тысяч рублей. И это одна из самых недорогих шапок, которые мы сегодня рассмотрим. Есть вот такая шапка-капюшон. Весьма интересный вариант. Ну а тем, кому ближе классика, можно выбрать шапки или шляпы из натуральных материалов. Шерсть, фетр – это пух кролика в основном. Ну и, конечно же, мех. Мужские вариации головных уборов более консервативны. Но и из традиционного многообразия форм и фасонов можно тоже найти что-то оригинальное. Весьма интересная шапка. Наверное, многие будут чувствовать себя, как из фильма «Авиатор». Я же чувствую себя гаечкой из мультика «Авиатор». Например, вот такая шапка с меховыми ушами из натуральной кожи с декоративными очками. Стоимость – 45 тысяч рублей. Да, безусловно, затратно. Но зато такая вещь – эксклюзив. И на просторах нашей Родины встречается лишь в нескольких экземплярах. Вот две модели, представленные, сделанные моими руками, сразу скажу, без ложной скромности. Здесь использован мех на милистской свакарах. Это мех премиум-класса. Ну, как бы, вот такой очень нарядный головной убор. Здесь использована бранцузская вуаль и перо страуса. Ценник у таких моделей достаточно серьезный. Черная шапка обойдется в 25 тысяч рублей, а белая – в 30. Если жизнь свою не мыслит и без авторского головного убора, то, пожалуйста, можно даже материал самостоятельно выбрать. Например, канадский волк. Шерсть намного мягче, чем у нашего сибирского, а по морозоустойчивости не уступает ни на шаг. Для зимнего периода, скоро у нас холодно будет в городе, мы предлагаем мех вот такого качества. Это черный бриллиант. Из этого меха мы шьем головные уборы и верхнюю одежду. То есть и для мужчин, и для женщин. Действительно, главное, чтобы тепло было, но на вкус и цвет, товарищи, нет. Выбор за вами, как и всегда. Но знайте, что если вдруг вам захочется чего-то эксклюзивного, то у нас в городе есть во что приодеться. Нами это проверено. В Советском Союзе известным производителем резиновых шлепанцев был завод «Полимер» в городе Сланце Ленинградской области. Многие покупатели полагали, что выдавленное на подошве слово «сланце» это и есть название обуви. Ну а далее слово вошло в активный словарный запас и превратилось синонимом слова «шлепанцы». Лично мне трудно представить Анастасию Козлову в «Сланце», кто ли делал на высокой шпильке или модной платформе. Обувь наравне с аксессуарами – самая говорящая деталь гардероба. Она демонстрирует то, как мы идем по жизни – блистаем ли в лаковых туфлях или протестуем в потертых кедах. Правильная обувь может сделать выразительным даже самый невзрачный комплект одежды. Не верите? Тогда смотрите выпуск нашей программы. Какую обувь выбрать, каждый решает сам. Тем более, что мода сейчас достаточно многогранная и выступает за свободу самовыражения. Это может быть и высокий каблук, и низкий. Не принципиально важно, кожаные сапоги или замшевые. Но есть некоторые моменты, которые следует учитывать. Правило первое. Выбираем обувь по пропорциям. Если у вас полная нога, то лучше остановить свое внимание на массивной обуви с широким каблуком. Если каблук неприемлем, то смело выбирайте танкетку. Соответственно, если ножка изящная, то приветствуется наличие тонких элементов – тесенки, переплетения, каблук-шпилька, острый нос. Второе правило. Правильный подбор цвета. Обувь должна сочетаться с каким-то элементом нашего образа. С элементом одежды или с сумочкой. Сочные цвета, необычные формы и фурнитура, так популярные этой осенью, сделают ваш образ более завершенным. Третий момент. Соответствие стиля случаю. Подбирайте обувь в зависимости от того, куда вы в ней отправляетесь. В офис, на свидание или на вечеринку с подругами. К счастью, разнообразие материалов огромное. Материал под рептилию. Гладкая кожа, замша, лак, обувь из ткани. И еще одна модель, о которой стоит сказать отдельно. Это актуальные в этом сезоне ботинки «Бюргер». Их особенность заключается в специальном покрытии «Аквастоп», который не пропускает влагу извне и одновременно позволяет ноге дышать. А вот с такой системой антигололед вы никогда не подскользнетесь. Конечно, идеальная картина, чтобы обуви было много и под каждый образ. Но, как правило, получается это редко. В таком случае старайтесь выбирать универсальную обувь. Если вы носите каблук и вам удобно, выбирайте сапоги с комбинированной кожей и замшей. Если вы не можете носить каблук или просто не любите, универсальной моделью для вас будут сапоги-райдеры. И последнее правило – не экономьте на обуви. Обувь – это не только ваш образ, но и здоровье. Согласитесь, ничто не скрасит ваш день, если обувь, в которой вы вынуждены ходить, будет доставлять вам дискомфорт. А если вы думаете, что подобрать одновременно удобную и модную пару обуви невозможно, это не так. Сеть магазинов «Любимая обувь» рада предложить своим покупателям обувь на любой вкус и случай. Для любимых ножек родного края опытные продавцы-консультанты подберут стильные, модные, а самое главное – удобные модели. В такую обувь невозможно не влюбиться. На сегодня это все потребительские советы и занимательные эксперименты. А завтра будут новые, и они вам обязательно пригодятся. Есть повод – звоните к нам в редакцию по телефону 290-19-90, и смотрите НЭП в 22 часа с понедельника по четверг на седьмом канале. Все, что пропустили, ищите на сайте trk7.ru. Всем только отличного настроения и грамотных покупок. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!